Верховный комиссар ООН по правам человека В Казахстане в весенней паводке Самая сложная ситуация на западе страны Примерно 240 человек были вынуждены покинуть свои дома В Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС Вот с такой скоростью вода бежит со стороны Ак-Булака Тут течение похлеще, чем на Урале Программа Азия на канале в настоящее время В Бишкекской студии Я Шавкат Тургаев Здравствуйте Итак, Верховный комиссар ООН по правам человека Прибыл в Узбекистан и сразу же встретился С местными правозащитниками и гражданскими активистами На встрече с Фолькером Турком побывал и оппозиционер Хидир Назар Алакулов, который третий год безуспешно Пытается зарегистрировать свою политическую партию Как рассказал Алакулов к приезду чиновника ООН, он составил письменное обращение В котором перечислил существующие факты Нарушения прав человека в Узбекистане Я рассказал ему, что в Узбекистане Целиком и полностью нарушаются права человека Узбекистан не выполняет даже те международные конвенции Которые ратифицировал Вот свидетели Также по пунктам изложил все случаи Когда власти препятствовали регистрации нашей партии В течение последних трех лет Все это составил на трех языках И в трех экземплярах Я попросил его пристальнее обратить внимание на Узбекистан Рассказал, что в стране нет ни одной Оппозиционной политической партии Ну и сегодня же Верховный комиссаром по правам человека Отправился в Каракалпакстан В Нукусе Фолькер Тюрк Принял участие в мероприятии Посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека Он также встретился с местными активистами Накануне перед визитом Фолькера Тюрка В регион правоохранительные органы Узбекистана Задержали брата главного фигуранта Нукусских событий Даулет Мурата Таджимуратова Рината Но по рассказам правозащитников Позже его отпустили Вчера полиция задержала в Бухаре Рината Брата и защитника Даулет Мурата Таджимуратова Когда наличие алкоголя не подтвердилось Хотели обвинить в наркоте и закрыли в СИЗО Пришла информация, что выпустили Встреча в Нукусе с Верховным комиссаром ООН По правам человека состоится Как ожидается, Верховный комиссар ООН Завтра вечером проведет пресс-конференцию А дальше поедет в Казахстан Там Фолькера Тюрка Помимо каракалпакских активистов и диссидентов Ждут казахстанские правозащитники Они хотят рассказать ему о кровавых январских событиях Прошлого года Между тем, Шавкат Мерзиёев заявил, что Большие страны требуют от Узбекистана Определиться с позицией Об этом президент заявил во время визита В Сурхандаринскую область Ни названий стран, ни вопроса По которому от Ташкента требуют выбрать Какую-либо сторону Мерзиёев не уточнил Однако журналисты предположили Что речь идет о войне России с Украиной Мерзиёев рассказал, что представители крупных стран Призывают Узбекистан не быть нейтральным Занять четкую позицию и говорить об этом твердо С начала войны в Украине Официальный Ташкент не выступал с осуждением Или с поддержкой действий Москвы В меди страны заявляли, что Узбекистан Выступает за дипломатическое урегулирование конфликта Представители крупных держав Говорят, что им нужен Узбекистан В Центральной Азии Население достигло 36 миллионов человек Через 3-4 года будет 40 миллионов Меня спрашивают, на чьей ты стороне Как я должен ответить на такой тяжелый вопрос Мой ответ один Я на одной стороне Я готов умереть за мою нацию, народ Интересы великого Узбекистана По традиции я напоминаю Если вы смотрите нас в Ютьюбе Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал Настоящее время Азия Так вы поможете нам распространить это видео Чтобы его смогли увидеть гораздо больше зритель Для нас это очень важно Мы продолжаем Более половины казахстанцев считают Что ни одна из партий, которые допущены к парламентским выборам Не представляет их интересы Таковых 64% респондентов Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Демоскоп провел телефонный опрос В котором приняли участие около тысячи человек Со всех регионов Казахстана А также Астаны и Алматы Лишь чуть менее 25% опрошенных ответили Что в списке партий есть их представители А 11% затруднились с ответом Кроме того, те участники опроса Которые определились со своим выбором Предпочтение дают партии власти В Демоскоп отметили, что не зачитывали Название партии участникам опроса При этом более 4% граждан Назвали другую партию, не включенную В избирательный список А более 2% ответили, что планируют Голосовать против всех Пойти на выборы собираются Чуть более 59,5% опрошенных Менее 28% голосовать не планируют Еще почти 13% пока не решили Напомню, парламентские выборы В Казахстане состоятся в это воскресенье 19 марта Ну и настроение казахстанцев перед выборами Обсудим с политологом У нас в гостях Димаш Альжанов Димаш, здравствуйте Большое спасибо, что нашли время поговорить с нами Почти 65% опрошенных считают Что ни одна партия не представляет их интересы О чем это свидетельствует? Несовершенство избирательной системы? Слабая агиткомпания? Или что-то другое? Нет, это показывает, что реформы О которых заявлял Тукаев И его администрации не имели никакого эффекта И не были по сути демократическими И не поменяли правила игры Смотрите, доминирование одной партии Это было характерно системе Нурсултана Назарбаева Все это осталось Проценты, которые показывают 20% поддержки в пользу Аманат И практически отсутствие какой-либо альтернативы Это система с доминированием одной партии Которая была заложена еще с начала 2000-х в Казахстане Вот ситуация не поменялась Оппозиционные партии не зарегистрированы И избиратели не видят какой-либо альтернативы Поэтому из числа тех, кто сказал Что он пойдет в день выборов голосовать Вот более 60% не знают за кого-то Считать, что их не представляют партии То же самое мы видим и в отношении кандидатов Потому что несмотря на то, что администрация Тукаева Говорила о том, что она изменила избирательную систему На самом деле она не отражает запросы общества И люди также не доверяют выборам в целом Если вы посмотрите на саму избирательную кампанию То она проходит достаточно блекло С определенным фоном цензуры Кандидаты, которые зарегистрированы Не позволяют себе критику в адрес Тукаева Или его политики В общем, все это проходит достаточно пресно Поэтому и неудивительно, что мы получаем в итоге такие цифры То есть они достаточно характерны для той ситуации Которая сейчас в Казахстане находится Димаш, все-таки почему, как вы думаете За партию власти готовы отдать голоса большинству респондентов Неужели из тех партий, которые представлены Будут представлены на выборах Они не вызывают такого интереса, как партия власти? Смотрите, это не в дело в том, что партия власти вызывает интерес Это партийная система с гегемонией одной партии Это означает, что партийное поле полностью вытравлено И в ней через административные ресурсы Через сращивание с институтами государства Доминирует всего один игрок Большинство людей, которые напрямую, ежедневно Не интересуются политикой В информационном пространстве видят одну партию Они видят эти флаги в госучреждениях И поэтому 20% это очень маленький на самом деле показатель И он не отражает на самом деле широкой поддержки Наоборот, он указывает, что Аманат достаточно в кризисном положении находится Поэтому эта избирательная кампания со стороны администрации президента Использует достаточно такие грязные методы Когда другие системные партии намеренно затевают разные скандалы Чтобы на их фоне Аманат казался более имени приемлемым выбором Но здесь главное надо отметить, что нет оппозиционных партий И люди в целом не представляют, что у них есть альтернатива выборов Но с другой стороны, в такой ситуации, как правило, бывает так Что явка должна быть очень низкой Но при этом почти 60% опрошенных собираются пойти на выборы Как вы это объясняете? Это ожидаемая явка С реальной ее... Она не имеет прямой корреляции Поэтому для того, чтобы эти цифры проанализировать Необходим честный и, скажем так, доступный подсчет в день голосования Вы знаете, что наблюдатели сильно ограничиваются в своей деятельности в Казахстане Экзит-полы независимые не разрешены И сейчас нам сложно сказать, какие данные мы получим в день голосования Потому что по каждому региону явка разнится А этот опрос проводился именно в целом по стране Поэтому здесь надо будет скрупулезно собирать данные в день голосования Также я хотел отметить, что на этих выборах Если посмотрите, результаты опроса показывают о том Что и среди самовыдвиженцев кандидатов Люди не видят своего представителя Это сделано с умыслом так же Потому что эти выборы Они были специально перегружены слишком большим обилием кандидатов Потому что, с одной стороны, сама избирательная система Смешанная с 30 кандидатами на один округ Она вводит избирателей в замешательство Плюс к этому администрация Токаева решила провести парламентские и местные выборы в один день Чтобы окончательно запутать людей Вот и мы получаем в итоге такие цифры Что более 65% не видят своих представителей Все это помогает администрации Токаева в итоге усилить значимость административного ресурса Фрагментировать протестные голоса И тем самым обеспечить победу своим кандидатам И последний вопрос очень коротко, Димаш Вы сами пойдете на выборы в это воскресенье? Да, я пойду на выборы Я выбираю форму протестного голосования Поэтому, ввиду отсутствия каких-либо серьезных альтернатив в своих действиях То проголосую за несистемных кандидатов Большое спасибо Димаш Альжанов, казахстанский политолог, был с нами на прямой связи Всего доброго Между тем, казахстанский чиновник не освоили сотни миллионов долларов Об этом сегодня сообщили на заседании правительства Деньги должны были пойти на реализацию государственных программ И поддержку социальной сферы Все подробности узнаем у нашего корреспондента в Астане У Даурена Хайргельзина Даурен, приветствую Какие ведомства нерационально используют бюджетный миллион? Расскажи Привет, Шавкат Ну, в числе, скажем так, штрафников Министерство внутренних дел, науки и высшего образования А также Министерство информации и общественного развития Большие суммы не освоены и в Акиматах на местах Примечательно, что о неэффективности использования бюджетных миллиардов Заявил не кто-нибудь, а министр финансов Чье ведомство тоже оказалось в списке отстающих По данным Ерлана Жамаубаева Всего не освоено около 100 миллиардов тенге Это больше 220 миллионов долларов Основные причины неосвоения Затянутое проведение конкурсных процедур Длительное заключение договоров И дополнительных соглашений А также позднее предоставление Отчетных финансовых документов И отсутствие потребности в расходовании бюджетных средств Надо понимать, что неосвоенные деньги Это прежде всего деньги, которые недополучили Операторы государственных программ Из-за этого часть проектов в образовании В социальной сфере оказалась незавершенными Соответственно, эффект от них тоже, скажем, не тот На который изначально рассчитывали Но можно сказать одно, что казахстанским чиновникам Необходима финансовая дисциплина Потому что они с года в год наступают на одни и те же грабли А в этом году ситуация усугубилась еще и нестабильностью Курса национальной валюты Если в феврале тенге значительно креп По отношению к американской валюте То уже в марте вновь сдал свои позиции Сегодня доллар продается в обменниках по 460 тенге Хотя вот еще в феврале он стоил 430 Поддерживать тенге в январе-феврале удавалось Благодаря продаже валютной выручки Квази государственного сектора Почти 750 миллионов долларов А также продажи валютных активов национального фонда Для республиканского бюджета Еще на 818 миллионов долларов В краткосрочной перспективе Динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки Ожиданий внутренних участников И ситуации на мировых рынках Этим заявлением национальный банк Говорит о том, что не все он способен контролировать И что будет дальше с курсом национальной валюты Сейчас предсказать не может никто Большое спасибо Даурен Хайргельзен был с нами на прямой связи Астана ужесточает претензии к Роскосмосу В Казахстане арестовали имущество Российской госкорпорации Из-за задолженности в 26 миллионов долларов Перед компанией Байтирек Под арест попало имущество Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры Это главный оператор российских космодромов Русская служба издания The Moscow Times пишет Что задолженность перед Байтирек Возникла из-за оценки влияния на окружающую среду Ракеты-носителя «Союз-5» По данным издания КЗ-24 Власти Казахстана запретили оператору космодромов Вывозить материальные ценности и активы из страны А его руководителю запрещено покидать Казахстан до окончания следствия Журналисты издания предположили, что действия Казахстана могли последовать После критики нового главы Роскосмоса Юрия Борисова в адрес министра связи республики Борисов раскритиковал казахстанскую сторону за перенос сроков строительства стартовой площадки Министр связи Казахстана Багдад Мусин назвал критику Борисова дипломатическим просчетом Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций Ставит под угрозу строительство новой стартовой площадки для российской ракеты «Союз-5» Это главный проект российского казахстанского сотрудничества на Байконуре Смотрите далее в нашей программе В Казахстане весенние паводки – самая сложная ситуация на западе страны Примерно 240 человек были вынуждены покинуть свои дома В западно-казахстанской области объявлен режим ЧС Вот с такой скоростью вода бежит со стороны Ак-Булака Тут течение похлеще, чем на Урале Вы смотрите программу «Настоящее время Азия» Мы продолжаем В Таджикистане журналиста Хуршеда Фозилова обвинили в призывах к насильственному изменению конституционного строя По словам близких, он сейчас в изоляторе временного содержания в Худжанде Его брат Хужбат Фозилов сообщил радио ОЗОДИ, что он встретился с Хуршедом в Худжанском ИВС в присутствии адвоката Он категорически не согласен с обвинениями и считает его клеветой Он добавил, что его брат на состояние здоровья не жалуется По его словам, следов пыток или избиений на лице и теле задержанного нет Кроме того, Хужбат Фозилов уточнил, что в отношении его брата возбуждено дело по статье «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя с использованием средств массовой информации или сети интернет» Задержанному грозит от 3 до 8 лет колонии Журналиста задержали на прошлой неделе Неизвестные увели его из здания отдела труда и миграции населения города Пинджикента, где он работал Позже стало известно, что его задержали сотрудники ГКНБ Фозилов часто сотрудничал с независимыми СМИ и готовил материал о социальных проблемах Заравшанского региона Власть официально не объясняет причины его задержания Комментариев от чиновников и силовиков не могут добиться и журналисты Всего в Таджикистане в прошлом году приговорили к различным срокам семерых журналистов и блогеров Их обвинили в частности в участии в экстремистском сообществе и сотрудничестве с запрещенными организациями Сами задержанные и их родственники все эти обвинения отвергают Турция по ходатайству власти Туркменистана все больше усложняет пребывание туркменистанцев на своей территории В сентябре прошлого года Анкара ввела визовый режим для граждан Туркменистана А с января этого года увеличила количество необходимых для получения визы документов Кроме этого, власти самого Туркменистана тоже не сидя сложа руки Они усложнили получение заграничных паспортов внутри страны А в консульстве Республики Турции вообще перестали обновлять паспорта своим гражданам Это стало причиной роста числа нелегально живущих в Турции туркменистанцев С одним из них пообщались наши коллеги из проекта «Мигрант.Медиа» рассказывает Дария Тимофе Здесь вы находитесь легально? Нет Руслан, это его ненастоящее имя, живет и работает в Стамбуле Здесь он ухаживает за пожилым мужчиной Повседневное занятие, готовка и стирка В течение месяца мигрант из Туркменистана отдыхает всего один день На эту работу Руслан пошел вынужденно Он находится в Турции нелегально Не могу легализоваться, нахожу работу ниже цены и ту, которую никто не работает Сами турки или же легализованные тоже редко работают на таких тяжелых работах Нелегальным мигрантом туркменистанец стал из-за просроченных документов Срок действия его паспорта истек несколько лет назад Если бы у меня был новый паспорт, хорошую работу можно найти И деньги будут хорошо платить, и хорошую работу можно найти На получение нового паспорта мигранту рассчитывать не приходится Консульство Туркменистана в Стамбуле отказывается выдать новый документ Причину отказа дипломаты не объясняют Для нелегализованных чуть-чуть сложнее и труднее найти работу Для того, чтобы легализоваться, надо новый паспорт У меня паспорт, старый паспорт Сколько раз я просил консульство, новый паспорт, они мне новый паспорт не выдали В Турции Руслан находится уже 15 лет В целях своей безопасности, да и безопасности своих родственников в Туркменистане Мужчина скрывает свое лицо и имя Чтобы заработать денег В Туркменистане там не было возможности Куда не спроси Или взятку давать, большие деньги спрашивали Или машину дают, которая на ремонте стояла Отремонтировать его запчасти не давали Никакого помощи не давали Сам отремонтировал, со своего кармана Зарплаты нет Бросил работу и приехал сюда В ближайшее время Руслан пока не планирует возвращаться на родину Мечтает поскорее легализоваться и устроиться на хорошую работу Да, у меня там все близкие там Два на родину остались Но сейчас не могу ехать Там у меня еще надо дом построить, чтобы была крыша над головой Надо чем-нибудь занять, денег надо заработать Хоть жить на что-нибудь Еще надо взять такую денег заработку, чтобы работать где-нибудь Чтобы прокармить семью Согласно официальной статистике В Турции на начало 2022 года проживало около 120 тысяч граждан Туркменистана Это те, кто имел вид на жительство Еще около 100 тысяч туркменистанцев имели краткосрочные разрешения на проживание А вот о количестве нелегальных мигрантов ничего не известно По данным Миграционной службы Турции Граждане Туркменистана занимают второе место по количеству разрешений на проживание в этой стране В Кыргызстане юристы назвали незаконным засекречивание материалов Кемпирабадского дела и дела Азатыка Правовая клиника Адзилет проанализировала применение норм закона о защите государственных секретов Эксперты пришли к выводу, что в стране сложилась порочная и пагубная практика Когда в отсутствие законных оснований следователи налагают гриф «секретно» При том, что согласно уголовному кодексу такие полномочия у них отсутствуют В итоге адвокатов и обвиняемых ограничивают в их законных правах Юристы отмечают, что многие формулировки в законах размыты Это приводит к незаконному и необоснованному засекречиванию информации В пример приведены Кемпирабадское дело и дело о блокировке счетов Азатык Медиа Следственные органы отказали в предоставлении информации и документов, послуживших основанием для принятия данного решения Сославшись на то, что уголовному делу присвоен гриф «секретно» Адвокаты в соответствии со своими полномочиями неоднократно заявляли ходатайство о предоставлении им копий документов Которые им положены выдать по уголовно-процессуальному законодательству Однако им отказывают в их выдаче, тем самым следственные органы фактически ограничивают права участников уголовного судопроизводства на защиту своих прав и свобод В Казахстане весенние паводки, самая сложная ситуация на западе страны Примерно 240 человек были вынуждены покинуть свои дома В западно-казахстанской области объявлен режим ЧС Все подробности у Тимура Ермашева Вот с такой скоростью вода бежит со стороны Ак-Булака Тут течение похлеще, чем на Урале Там вообще море Это окраины Уральска Талые воды подступили к городу накануне и уже успели затопить подвалы многоэтажек Местные жители жалуются, что ситуация с подтоплением повторяется из года в год Но система водоотведения до сих пор не налажена В некоторых домах из-за опасности замыкания электропроводки отключили электричество Затоплены дворы, проезжие части превратились в полноводные реки Люди оказались запертыми в своих квартирах Все затопило Вода где-то там Еще хуже ситуация в сельской местности Сразу в трех районах западно-казахстанской области объявлен режим ЧС Из-за резкого повышения температуры там началось интенсивное таяние снега Подтоплены около 50 домов Людей спешно эвакуируют из зоны бедствия В городе Оксай поток воды прорвал сразу три дамбы на водохранилищах И дошел до центра города, задопив двор Акимата Жители района отрезаны от сообщения с городом Люди жалуются, что местные власти не оказывают помощь в откачке воды В общей сложности в двух западных областях было эвакуировано более 240 человек Из них более 20 размещены в пунктах временного пребывания Остальные разъехались по родственникам К аварийно-спасательным работам за сутки было привлечено 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС Местных исполнителей органов МВД и Министерства обороны Группировка, которая есть, она, естественно, будет пересматриваться в сторону увеличения Там работают не только МЧС и местных исполнительных органов Вчера мы провели эвакуацию, в том числе жители вертолетной техники, которые остались отрезаны Но там не представляют угрозу для населения Тем не менее, производили эвакуацию по потребности и запросу жителей По данным МЧС, пострадавших от паводков в регионах за последнюю неделю снежный покров сошел на 60% Всему виной резкое потепление до плюс 12 градусов Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, но там местные власти пока справляются Тимур Ермашев, Павел Ингельгард, Настоящее время Азия, Казахстан Ну что ж, это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих местных телеканалов И в прямом эфире на канале Настоящее время Азия В Ютубе больше информации на нашем сайте Всего доброго, до встречи Меня зовут Аделет, я и мои коллеги показываем Азию, которую вы не увидите ни на одном другом канале Для вас мы подбираем самые удивительные места в регионе, куда еще не добирались другие Показываем жизнь простых людей, знакомим с их привычной жизнью и обычаями Открывайте Азию вместе с нами на канале Настоящее время В Тоскане у поездов милые мордашки Есть душа, и душа в северной Италии, высоко в горах Добро пожаловать в рай Здесь поезда доставят вас от прекрасных пляжей к культовым местам Люблю тебя, крошка! Люблю! А чтобы сыграть в Ромео и Джульетту Чтобы открыть Средиземноморье О котором лишь мечтали И заняться волшебной рыбалкой Поезд сгодится в самый раз Дремучая тайга, горы, ледники Бурные реки, опасные перевалы Про такие земли обычно говорят Медвежье царство И не зря Ведь самый опасный хищник Сибири Медведь Тут действительно настоящий хозяин В этих диких и далеких от человека краях обитает Ирбис Краснокнижный снежный барс Его самая редкая в мире восточно-саянская популяция И ученые сейчас пытаются выяснить, сколько всего их осталось Этот год войны России против Украины Был для меня, наверное, самым сложным в жизни Я начала сидеть В страхе в первые дни полномасштабного вторжения Я вывезла из Украины детей Двух дочерей В Украине остался мой муж Полномасштабная война разбила нашу семью Полностью сломала нашу привычную жизнь Я продолжаю работать журналистом Но в основном уже из-за границы И уже без детей приезжаю снимать репортажи в Украину Когда мы с оператором ездили снимать города и села Которые были разрушены российскими ракетами Я поняла, что нам, корреспондентам Ни в коем случае нельзя останавливаться Показывать и рассказывать в мельчайших подробностях О том, какие ужасные преступления Совершает Россия против украинского народа Вы понимаете, мы снимали людей Которые потеряли в буквальном смысле все У них полностью разрушен дом У них российским снарядом убит родной человек И при этом все Ни он, ни его какие-то друзья, родственники Они не готовы сдаваться и говорить Да, лучше пусть все это прекратится Пусть обстрелы закончатся И Украина пойдет на уступки Нет Они готовы бороться дальше Хоть и такой ценой И когда ты смотришь им в глаза Когда ты смотришь в глаза своим друзьям Которые пошли на фронт У меня, как у журналиста Просто нет морального права останавливаться Говорить, да, все сложно Сложно показывать это все Я устала пропускать это все через себя Устала плакать Нет Это наш фронт И несмотря ни на какие сложности Мы обязаны каждый день Объективно показывать и рассказывать миру О тех преступлениях, которые совершает Россия в Украине Вот такие у них дела Кого ты тут увидел лицо? Вампир Вампирыч Он, конечно, обожает деревья Если дереву больше ста лет То оно продлевает ему жизнь Как они говорят Здорово же Дерево взяло и принесло деньги Нам нужна хорошая дорога Да никто нам ее не построит Срубят они твое дерево и пропадут Да не будем мы его продавать на дрова Не надо Мне нравится этот плакат Парень с одним глазом Он таким и был? 25 апреля 1986 года Моя мать пересекла границу СССР Она была беременна уже 6 месяцев На следующий день Произошел взрыв На Чернобыльской атомной электростанции Мы вернулись в Беларусь Посмотреть сблизимся ли мы с людьми Тоже борющимися с последствиями того Что случилось в 1986 Наша программа предлагает зрителям Поближе познакомиться С уникальной культурой, традицией И кухней стран Европы и Азии Мы путешествуем по живописным уголкам мира Посещаем